Дисбаланс Кризис может повториться, потому комитет по рынку труда Российского Союза промышленников и предпринимателей, который возглавляет, собственно, Михаил Прохоров, и предложил сделать трудовой кодекс более лояльным к работодателям. Среди идей 12-часовой рабочий день, пока что по согласию работника, увольнение по причине экономической ситуации, более частое использование срочных договоров, тех, которые продлеваются только если работодатель не против. Ну и, конечно, хотим обсудить эту тему с нами в студии сегодня. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, по-вашему, эти поправки действительно очень сильно ущемляют права работников и практически вольную дают работодателям? Вы знаете, я бы отделил все-таки мух от котлет тех самых. И давайте попробуем разобраться в существе проблемы. Первый аспект – то, что наш трудовой кодекс не соответствует абсолютно никаким современным нормам, требованиям именно гибкого рынка труда, это абсолютно очевидно. Вот когда наши профсоюзы, уважаемые, говорят, что вот гибкость – что такое? Это содействие, адаптация работнику на рынке труда. Отчасти это верно. Но, с другой стороны, это консервация старых структур занятости. С чем я не согласен с Михаилом Прохоровым? А с тем, что он говорит, что в период кризиса нельзя было ни уволить, ни урезать зарплату. Как раз наоборот. В период кризиса государство в рамках действующего трудового кодекса, в рамках действующего закона о занятости населения в России пришло на помощь работникам. И тогда именно работодатели, да. И кто мне скажет, что в 2009 году зарплата не была сокращена, по большей части отраслей, видов экономической деятельности, она была сокращена. Но, тем не менее, уволить все-таки не могли практически. Но, тем не менее, уволить было сложнее гораздо. Потому что, даже говорят, была спущена какая-то негласная директива по судам. Если уволенный работник обращается, то он всегда выигрывает суд. Но, как правило, это действительно так пошло с советских времен, независимо от того, какой работник. И в чем нужно согласиться с Прохоровым? С тем, что у нас действительно очень большой балласт. Но балласт этот, на самом деле, сосредоточен в основном на старых предприятиях, которые мы унаследовали от советской власти. И действительно, тут есть альтернатива. Либо ждать 5-6 лет где-то, ну максимум 10, когда уйдет старый работник. В кавычках, не все старые работники по возрасту не адаптированы к новым условиям. Либо предпринимать вот какие-то меры. На самом деле, это проблема не только России. Потому что, на мой взгляд, очень много международных норм, да и той же международной организации труда, они безмерно устарели. Ну вот, скажем, взять вопрос об отпусках тех же самых. Есть некие минимальные гарантии, но МОД четко говорит, вот не меньше двух недель, предположим. Россия в этом году присоединилась к этой конвенции. Зачем, спрашиваю я себя. Потому что все равно по факту работник будет договариваться с работодателем. И наоборот. И будет хоть 30 однодневных отпусков. Да, ну, если так вот сложится ситуация. Что касается 60-часовой рабочей недели, то здесь надо разбираться. Понятно, что эта штука, как говаривал известный товарищ, посильнее, чем Фауст Гёте. Потому что, ну, представить себе живенько, как вы приходите на работу в 8 утра и уходите в 8 вечера. Ну, понимаете, это даже не повышение пенсионного возраста, пусть даже и на 5 лет. И вот если говорить об этом аспекте проблемы, то мне кажется, что речь, наверное, должна идти о двух аспектах. Первый аспект – это вот сейчас. Действительно, некоторые работники реально хотят работать больше и получать гораздо большее. Но сейчас на их стороне очень много, так сказать, социальных препон реализации их абсолютно нормальному желанию. Какие-то препоны. То же трудовое законодательство, тот же ГЗОТ, наш кодекс, да, трудовой кодекс Российской Федерации, извините, заговорку. И второй сюжет – это всевозможная медицина. Это, так сказать, охрана здоровья работников. Только что прошел сюжет по российским железным дорогам. Мы занимались просто и пригородными перевозками в том числе. И выяснилось, что вот да, мы можем экономить на пригородных пассажирских перевозок, если переходим на работу в одно лицо. То есть один машинист управляет электричкой туда-сюда-обратно. Запустили в северо-западной пригородной пассажирской компании. Приехала комиссия МПС из медицинских их учреждений и сказала, нельзя, нельзя вот так работать, потому что это отражается на здоровье. К 60-часовому и рабочей неделе. Именно в основном по этому поводу уже огромный шквал возмущений поступил от правозащитников и от депутатов, кстати, тоже. И некоторые даже говорят, что такая инициатива в случае принятия приведет к очень сильному политическому резонансу в России. Безусловно, вы помните монетизацию льгот пятилетней давности. Это были локальные, так сказать, химкинские сюжеты. Это были пикалевские сюжеты по другим поводам. Но мало, я говорю, не покажется. Единственный сюжет – это вот если происходит все это по взаимному согласию работника и работодателя. Другой вопрос, что я думаю, что здесь есть еще один аспект проблемы. А именно, вот вы работаете 8 часов, а все, что сверху, это сверхурочное. И соответствующий уровень оплаты труда. Я подозреваю, что это может быть попытка ликвидировать. Не обязательно, но если требуется переработать, то платить все равно в одинарном размере. Я не исключаю такого варианта развития событий. Но ведь и Прохорова можно понять. Ведь он делает предложение, пакет предложений. Никто, значит, этого не делал, а он сделал. Естественно, он предлагает жесткий вариант. Затем начинается обсуждение. И в итоге, например, уже на обсуждение в Госдуму приходит вариант средний или мягкий, где уже учтены все… Часто ты это встречал? Ну, это, кстати, бывает. Бывает, бывает. Это бывает достаточно часто. Потому что волна общественного возмущения… Но, тем не менее, подобные моментально за 2 секунды принимаются сразу пакетами по несколько законопроектов, которые тут же начинают на следующий же день пересматриваться. Подобные законопроекты все-таки, которые вызывают вот такое возмущение общественное, они все-таки на виду. И их обсуждают вот таким вот образом с предложениями каких-то групп инициативных и так далее, и так далее. Тем более, тут-то есть специалисты, насколько я понимаю. Есть прецеденты, более того. Ведь за повышение пенсионного возраста планировалось в России еще в середине 90-х годов первый был сделан закон. И авос, как говорится, и на не там. И я надеюсь, что в ближайшие времена он там и останется. Большое спасибо. С нами сегодня в студии был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Продолжение следует...